Итак, друзья, ну что ж, а мы с вами продолжаем изучать Сочи, и сегодня мы в самом Сочи. Если в предыдущей серии я вам показывал, как выглядят пляжи Адлера, то сегодня мы с вами будем смотреть и изучать пляжи самого Сочи. И разберемся, где лучше отдыхать, в Адлере или все-таки в Сочи. Реально здесь ноги не переломать себе. Вот на этом, на лучшем пляже в Сочи, это, конечно, в разы дороже, чем в Адлере, скажем так, на набережной. Так что, говорят, проблема у нас, денег нет, дорого все. Ребят, это все в Турции в разы дешевле стоит. Так, ну а хотите себе ощутить, на Мальдивах здесь есть даже белоснежный песочек. Очень хотел в хуалет, и, наконец, ой, какое классное море. Главное мне сейчас волной не набрать себе в рот воды. 100 тысяч заплатить и купаться вот в таком. Ну, извините меня, нравится именно сам Сочи. Адлер, фу, Адлер, фу. Вы, как всегда, не забывайте подписаться. Ну, а мы погнали смотреть выпуск. И начнем его, думаю, с вокзала в Адлере. Потому что я сюда приехал из Адлера и сюда добирался на электричке. Полчаса сюда буквально ехать из Адлера. Поэтому можете жить в Сочи и съездить в Адлер. Можете из Адлера в Сочи приехать. Вот. Так, сейчас покажу, как я сюда добирался. Итак, друзья, ну что, мы из Адлера сейчас с вами отправимся в Сочи. Можно быстренько доехать. Полчаса ехать на электричке. Электричка-ласточка. Вот. Она уже сейчас приходит буквально через 6 минут. А не, через 6 минут. Через 10 минут. Вот. Она идет из аэропорта и прямо туда в Сочи. Стоимость поездки 144 рубля. Вот. И ехать 35 минут. Так. Ну, а вот уже и поезд подъезжает. Я буквально, слушайте, прям. Они ходят каждые полчаса. Вот. Просто приходите на кассу, покупаете. Вот. Отправляются каждые полчаса. Я туда еду. И обратно, соответственно, тоже на поезде вернусь. Вот. Так что удобно, круто. Давайте посмотрим, как выглядит вагон. Так, двери открываются. Ну-ка, что, людей вроде немного. Места, смотрите, куча свободных мест. О, занимай, занимай, не хочу. О, короче, сюда куда-нибудь и сядем. Возле окошка. Так, ну все. Вот мы с вами и в Сочи. 35 минут ехать ровно. Все по расписанию. Можно было бы, кстати, приехать сюда и на автобусе. Ну, на автобусе дольше получается. И еще, ну, короче, я вот уже несколько раз ездил на электричках на этих, на ласточках. Гораздо быстрее, комфортнее, кондиционер и все дела. Вот. Обратно можно, в принципе, и на автобусе поехать. Они там вроде, они даже дольше ходят, чем электрички. Последняя ласточка в 11 часов уходит. Вот. Ну, а мы с вами пойдемте изучать город Сочи. Вот. Ну, точнее, даже не город Сочи, а пойдемте с вами изучать пляжи. Вот. Меня в первую очередь интересует новый пляж, до которого я никогда не доходил, который забыл, как называется. Сейчас скажу, как он называется. Вот. Поэтому все-таки сюда сейчас не достоверемечательности ходить смотреть, я приехал, а смотреть пляжи. Чем они отличаются от Адлера и где все-таки лучше отдыхать с точки зрения пляжного. Что выбирать вам, Сочи или Адлер? Так, ну что, пошли смотреть пляжи Сочи. Здесь у нас с вами пляж Маяк. И отсюда открываются невероятнейшие панорамы, невероятнейшие виды. Выглядываем и смотрим, что же из себя представляют пляжи Сочи. В общем, вот такая красота. Из, опять же, из волнорезов, из заборов, из бетонов всяких. Я не знаю, ну блин, ну выглядит, конечно, ну вот это колхоз просто, не знаю, дачный забор какой-то. Здесь поставили, опять же, волнорезы. Вдалеке что-то копают, какие-то эскаваторы ездят. Ну, фиг знает. При этом, вы знаете, я смотрю на дальний фон. Там вот всякие крутые отели типа Пульмана, там еще кто-то, наверное, какой-нибудь крутой. Какой-нибудь там Редисон. И я видел, сколько это стоит все. Сколько стоят эти отели. От, там, от 80 тысяч на неделю с человека. Просто отели, без перелета, без всего. Просто вот отели, в этих пожить отелях. И я такой думаю, это от, там, там 100-120 тысяч на человека. Вот, я думаю, блин, ребята, это небо и земля, конечно. В Турции на все включено. За эти деньги до отеля. Ну, блин, ну, вы просто вот это. Ну, в Сочи это, конечно, ну, это что это? Ты копаешься, копаешься, я не знаю. Купаешься, копаешься, считай. Вот в такой, в бетонной какой-то атмосфере. Так, ну, а хотите себе ощутить? На Мальдивах здесь есть даже белоснежный песочек. Можно перейти через дорогу. Вон там обычный пляж. А здесь прям супер необычный. Прям Мальдивы-стайл песочек. Здесь шезлонги, можно прилечь. Здесь лежишь, чувствуешь себя как на Мальдивах. Переходишь через дорогу и чувствуешь себя как в Сочи. Так, ну, спустимся. Давайте посмотрим, как выглядит здесь пляж. Так, посмотрел, сколько стоят шезлонги. Тысячу рублей с человека за шезлонг. Вот, и, кстати, вижу, что береговая линия узкая. Гораздо уже, чем там на Эмеретинке. Гораздо уже, чем там на пляже Адлера. Обычном. Вот, и здесь вот так плотненько, плотненько, плотненько. Так, ну, кстати, на полотенчиках вон тоже можно лежать. Шикарный пляж. Маяк. Так, так, да. Ну, практически Мальдивы. Практически Мальдивы. Что здесь скажешь? Вот. Блин, даже нечего и сказать. А, друзья, я прекрасно понимаю, что я должен что-то сказать. Но сказать мне нечего, ну, кроме сказать, что это жесть какая-то. Короче, вокруг один бетон, вокруг одни заборы, вокруг что-то что-то ржавое какое-то. Слушайте, ну, вы же знаете, я люблю все-таки природу. Да даже в Адлере просто на общественном пляже как-то приятнее, что ли. Ну, что-то какое-то здесь, блин, и лодки, и вот там вот что-то пошарпанное. И здесь забор какой-то стоит. И там какие-то бетонные ограждения. Здесь тоже всякие волнорезы, камни какие-то. Я даже здесь, опять же, купаться не хочу. Вот честно, здесь сюда залезать даже не хочется. Вот, может быть, дальше пройдем, там будет как-то все по-другому. Ну, и учитывайте, опять же, шезлонг стоит тысячу рублей. Вот за это, чтобы здесь лежать, мне кажется, здесь шезлонг должен стоить рублей сто. Какие тысячу? Я даже знаю, кто эти люди, которые снимают здесь за тысячу шезлонг? Это просто пипец. Да, но чтобы вы понимали, люди-то есть такие, шезлонги-то все практически переполнены и заполнены, лежат. Ладно бы все на полотенчиках и лежали, но нет, все же, ну, практически все шезлонги заняты. Так что, говорят, проблема у нас, денег нет, дорого все. Ребят, это все в Турции в разы дешевле стоит. Я молчу там про Таиланда, молчу про Азию. Там шезлонги стоят 3 доллара. Продолжение следует... Да, е-мое, внизу и куча медуз, просто их сотни, сотни, чтобы понимали, офигеть, ну вам да не видно, ну там просто желе, там просто желе, ну помимо там мусора небольшого, конечно, ну вот медуз прям очень много, и что я вот стою, думаю, вы прикиньте, вот люди, как там отель называется, Пульман, да, Пульман, опять же, не дешевая там какая-то мировая осетка, 100 тысяч заплатить и купаться вот в таком, ну извините меня, лучше меньше заплатить, но поехать в Турцию, ну или даже чуть-чуть, если даже вопрос стоит чуть-чуть доплатить, то лучше чуть-чуть доплатить и поехать, конечно же, в Турцию на все включено, чуть не упал, чем в таком купаться, ну я не знаю, ребята, мне кажется, там мазохизм, в самом Сочи отдыхать, я понимаю, те, кто отдыхают там на Эмиритинке, там еще более-менее нормально, ну в Адлере тоже ладно куда ни шло, ну блин, в самом Сочи мне вообще не нравится, сейчас уходим на Ривьеру, посмотрим, что будет на Ривьере, а так, конечно, надо ехать в Абхазию, что мы с вами скоро и сделаем, в предстоящих выпусках мы сгоняем в Абхазию, вот там природа, вот там классно, здесь, да, сервис, здесь классные кафешки, здесь крутые отели, опять же, непонятно, зачем они нужны, вот, а в Абхазии природа, зачем я еду вообще, в принципе, на море, за природой, вот, поэтому скоро мы с вами отправимся в Абхазию, так что подпишитесь, если еще не подписаны, так, ну давайте не будем забегать вперед, потому что мы с вами еще отправимся на пляж Ривьера, который, говорят, самый лучший, может быть, ради него и стоит приезжать, конечно же, в Сочи, а вообще, что хочется сказать, ты выходишь с пляжа, на пляже, конечно, ну, просто, ну, какая-то, ну, хрень, если честно сказать, из-за этих волнорезов, все некрасивое, но выходишь ты на набережную, и вот за набережную, что в Адлере, что вот здесь, в Сочи, вообще респект, говорю, чистая вообще плиточка, все выложено, всякие красивые кафешечки, все стильненько, всякие деревья, скамеечки, можно присесть, всякие урны, газончики, все подстрижено, все, смотрите, цивильненько, как будто в Европе где-то идешь, всякие зоны для отдыха с песочком, если вы там не хотите как раз среди волнорезов лежать, среди ржавой всей вот этой фигни, ну, чистота, никакого не бычка, если ты в Турции идешь, вокруг там бычки эти турки все кидают, на пляже в гальке там куча всякого мусора, здесь прям реально чистенько, я говорю, что можно вот просто подойти, вот взять пальцем, да, и лизнуть, то есть вообще чистый, чистый асфальт, вот, мою вот такое ощущение, что с шампунем постоянно, всякие деревья здесь, ну, согласитесь, что красиво, поэтому вот за набережную респект, а вот за сам пляж, ну, что-то надо делать, говорю, что с этим можно сделать, я даже не знаю, может быть, вот что-то они как раз и делают сейчас, сейчас я вам покажу, вон, вдалеке, видите, какой-то эскаватор, может быть, что-то там что-то делают, может быть, сейчас сделают какой-нибудь волнорез там где-нибудь вдалеке, и будет все шикарно, ну, потому что вот с этими, каждые 50 метров натыканные волнорезы, ржавого-коричневого цвета, ну, супер-мега-непримечательно, ну, вообще, глаз совершенно этому не радуется. А, ну, вот, шезлонг плюс матрас плюс столик 1000 рублей до 16.00, бунгало, шезлонг, матрас, столик, два полотенца 6500 рублей, комплект на одного шезлонг, матрас, зонт плюс столик, а, это еще без зонта, что ли, ничего себе, 1200, короче, вот такие цены. А, есть еще абонементы, кстати, смотрите, можно абонемент на три дня взять, 3000 рублей будет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь вдоль набережной различные всякие заведения с фастфудом, и давайте здесь посмотрим, сколько что стоит, сейчас мы с вами прогуляемся в кафешках, посмотрим, сколько стоит. Ну, здесь, например, кола 199 рублей стоит, три штуки какого-то хаджинского пива по 0,5-499, вода 89 рублей, 89 рублей, пиво разливное 169-300 миллилитров, так, здесь всякие мидии, мидии в соусе 590 рублей, мидии в соусе том-ям 590 рублей, 600-граммовая порция, здесь что, чебуреки всякие, чебуреки с говядиной, бараниной, курицей, все по 399 рублей, так, всякие бургеры, гамбургер 329 рублей, и какой-то большой папа 599, роллы 399, и здесь вот так вот, как вы видите, прям просто вот это фастфуд на фастфуде, фастфуд на фастфуде, здесь всякие тигровые креветки 790 рублей, в соусе том-ям 890, всякие удон с овощами 390, удон с тигровыми креветками 590, то есть фирменный бургер с тигровой креветкой 690 рублей. А вот идешь по набережной и думаешь, блин, ну как же классно все сделано, и всякие, смотрите, и красиво украшенные вообще ресторанчики, как будто это вообще где-то в Греции, слушайте, это как-то Греция, греческий какой-то стиль, ну где-то в Европе, здесь тоже шезлонги все красивенькие, клевые, стульчики, смотрите, плетеные, и здесь тоже места всякие классные, то есть заведения все здесь сделаны прям на уровне, то есть прям супер приятно гулять, то есть сама набережная прям вызывает хорошее ощущение. Давайте посмотрим на цены, хорошие ли ощущения вызывают цены. Паста, например, паста 690 рублей, Болоньеза Карбонара 690 рублей, Роллы Филадельфия 950 рублей, Пицца 900 рублей, Маргарита, Груша и Горгонзола 950 рублей, Суп не вижу, но вижу шашлык, и шашлык стоит 450 за куриное бедро, свинина 500, ну это, конечно, это, конечно, в разы дороже, чем в Адлере, скажем так, на набережной. Куриное бедро, шашлык куриного бедра за 100 граммов, чтобы вы понимали, даже не порция, это за 100 граммов было 500 рублей, а нужно заказать минимум там 200-300 граммов, в большинстве случаев минимум 300 граммов, то есть на полторы тысячи рублей за шашлык из курицы. Это как бы нормально так, приличненько, вот. Цены, короче, кусаются, и здесь видно, что они даже выше, ну, выше, чем на эмеретинке, мне кажется. Ну, так, друзья, я, в общем, решил исполнить смертельный номер, искупаться в Сочи и на лучшем пляже, как он называется? Дель Мар. Во, мне его в прошлом сезоне очень сильно рекомендовали. Сейчас будет смертельный номер, ребята. Это просто трэш. Вы просто посмотрите, что это за лучший пляж, какие здесь плиты. Помню, вспоминаю Аланию, где мы там, ой, там плиты, плиты, вот здесь, блин, плиты, здесь, блин, реально ноги бы себе не переломать, потому что здесь лежат не плиты, а какие-то... Я не знаю, что это вообще такое здесь лежит. Короче, какие-то очередные волнорезы, и они, я не знаю, скользкие, не скользкие. Блин, они реально скользкие. Слушайте, они прям лед. Они как по льду. Короче, по ним нельзя ходить. Их надо переступать, потому что реально, если я наступлю на них, они зеленые, вы видите, и на них навернуться прям только раз в два. О, блин, нога скользит по ним. Поэтому их надо перешагивать. А мы с вами ворчим все там на то, что там в Алании какие-то плиты есть на пляже Клеопатра. Там просто идеальные плиты, скажем так. Вот. Так, ребята, короче, сейчас аккуратненько. Блин, реально здесь ноги не переломать себе. Вот на этом, на лучшем пляже в Сочи. Дельмар, блин. Гребаный Дельмар, короче. Я говорю, это, типа, лучшие названия здесь взяли. Из Греции. Дельмар это вообще курорт в Испании. Кто не знает. Я же отдыхал в Ларет-Дельмаре. Там, конечно, немножко получше было, мне кажется. Чуть-чуть все-таки в Испании получше, чем здесь. Да, ну в этой части, кстати, хотя бы радует, что нет никаких медуз. Ну пока, фу-фу-фу, вроде медуз-то я не вижу. Потому что в других частях прям плавали медузы. Вот. И по секрету вам скажу, конечно, я зашел сюда не для того, чтобы искупаться, а для, наконец, я сходил бы в туалет. Я очень хотел в туалет. И, наконец, ой, какое классное море. Какие классные Сочи все-таки. Ребята, блин, как здесь офигенно. Все, забираю свои слова обратно. Здесь огонь. Сейчас, погодите, найду дно. Ой, как здесь классно. Да шучу я, шучу, конечно. Это была шутка, кто не понял. Но виды, конечно, потрясающие. И сейчас с девушкой он разговорился. И говорит, Сочи – это лучший город для жизни. Чего? А где вы были? И говорит, в Екатеринбурге и в Сочи. Нет, ну, если так рассуждать, конечно, наверное, Сочи – лучший город в мире для проживания. А так бы, чего-то как-то, я не знаю. Я бы предпочел больше, наверное, жить в Адлере. Вот мне в Адлере больше нравится все-таки, чем в Сочи. А вы пишите в комментариях, где вам больше нравится – Сочи или Адлер. Да, пытаюсь найти какие-нибудь красивые ракурсы, пытаюсь найти какой-нибудь красивый кадр. Ну, с трудом это получается сделать. Так что вам вот обзор из моря. Да, ну и главное правило на Черном море в Сочи, в Адлере, в Абхазии и так далее – рот всегда держать закрытым. Это я, как бы, видите, нарушаю правила, чтобы вода вам не попадала в рот, потому что ротовирус, он в основном из-за того, что вы глотаете воду. И поэтому дети чаще всего болеют. Там, конечно, от того, что грязные руки там и прочее. Опять же, после моря лучше руки помыть антисептиком всяким, чтобы ротовируса этого не поймать. Вот, ну и не дай бог не глотнуть здесь воды. В Сочи прям глотнуть воды – это, наверное, 100% подхватить какой-нибудь ротовирус. Главное мне сейчас волной не набрать себе в рот воды. А я разговариваю, это опасно. Так что цените, что я для вас болтаю. Да, ну и разумеется, здесь заход не песчаный, а галичный. Ну, такая галька средняя, среднекрупная, среднемелкая. В принципе, босиком, ну, наверное, относительно не больно заходить. Вот, а есть на эмеретинке и побольше гораздо галька. Да, ну, а чтобы вы понимали, здесь шезлонги стоят даже не тысячу рублей, а две тысячи рублей. То есть на этом шикарнейшем пляже Дель Мар, вот, испанский пляж практически. Вот здесь шезлонги на первой береговой две тысячи, где-то там на задней линии полторы тысячи рублей. Вот, ну, что-то даже не знаю. Да, ну, что хочется сказать, несколько человек мне подтвердили, что вот этот пляж, на котором я купался, Дель Мар, это и есть лучший пляж в Сочи. Вот, ну, мы сейчас с вами еще проверим Ривьеру. Мы сейчас с вами сходим на другой, который по многочисленным рейтингам является лучшим все-таки пляжем в Сочи. Но уже ни от первого человека, ни от второго, ни от третьего слышу, что в самом Сочи городской пляж Дель Мар самый, типа, лучший. Ну, честно говоря, сути дела не меняется. Влево-вправо уходишь, плюс-минус то же самое. Я даже скажу, что здесь более как-то приятно, потому что здесь нет никаких волнорезов вот этих, никаких камней здесь не навалено. Вот, поэтому вот этот пляж даже более красивый. Чебуречно-кебабная, вот-вот напротив нее. Он выглядит даже мне больше нравится, чем Дель Мар. Так, ну, а здесь на пляже еще чуть более дешевые какие-то кафешки. И что здесь? Первое блюдо у нас с вами. Окрошка на кефире 400 рублей. Окрошка на квасе, опять же, баттл, кто любит на кефире, кто любит на квасе, по 400 рублей. Солянка 550, харчок 500, паста карбонара 550, фетучини с грибами 500. Так, блюдо на мангале. Свиная шея 300 рублей за 100 граммов. Крылышки куриные 270. Так, что здесь еще? Так-так-так-так, паста 500, хачапури 700, хачапури по-аджарски 550, хинкали 450. Ну, короче, вот такие примерно ценники. И плюс здесь вот рядышком есть еще шаурма. Шаурма стоит 350 рублей. Хот-дог 200 рублей, картошка фри 200 рублей. Так, ну, а я на обед присел в такую кафешку с такими потрясающими видами. Вот, опять же, вы знаете, для меня в еде главное не еда, а виды. И здесь, смотрите, прям такая крутая открывается панорама на весь пляж, на все пляжи здесь в Сочи. И смотрите, чем не принесли. Супер-мега-необычное блюдо. В общем, как вы думаете, что? Возможно, это похоже на мясо какое-то, но нет. Это даже не мидии, это даже не рыба, это даже не кальмары, это рапаны. Вот, сто лет не ел рапанов, и смотрите, какой вот здесь прям жирный-жирный рапан. Кто не знает, это, короче, ракушки, ну, в ракушках мясо вот такое, сто лет не ел. Я последний раз ел в Крыму его. Короче, сейчас будем пробовать. Да, ну, а я почему выбрал это кафе? Там не потому, что здесь рейтинги какие-то высокие, или оно какое-то супер популярное, а потому что тут реально клевый вид открывается. Вот, на самом деле, стильно, сидишь, столики, здесь все так цивильненько. Сверху, смотрите, пульверизатор этот работает, распыляет всякое, сверху водичку. И вид на весь пляж Сочи. Вот там мы с вами купались, где-то плавали, там Дель Марк. Вот, и отсюда клевая панорама открывается. Слушайте, вполне прикольно. Ну, а вы в комментариях напишите, кстати, когда вы последний раз ели рапана, ели ли вы вообще его? Я говорю, года 3-4 назад последний раз его ел. Ну, короче, погнали, давайте попробуем, что же это такое. Он, короче, копчененький, на гриле приготовленный. Ну, слушайте, это смесь, это смесь мидии с рыбой, наверное. Может быть, что-то, нет, креветки, наверное, ничего нету. Вот какая-то, даже, может быть, больше рыбного какого-то вкуса здесь присутствует. Нафиг знает. Ну, короче, прикольно. На самом деле, прикольно. Здесь еще картошка фри, здесь салат. Ну, и вот такая порция рапанов. В общем, так, ну, а по цене моя порция рапанов вот эта вышла 710 рублей. Можно на углях блюда различные было. Я люля-кебабы там заказать, шашлык какой-нибудь там из цыпленка, из поросенка и так далее. Думал это заказать, но думаю, ладно. Короче, вот прям рапан увидел, думаю, дай закажу рапанов. Так, в общем, рапаны 710, обычные шашлыки 690, люля-кебаб 510, паста 890, 850, спагетти с морепродуктами 1500, это уже прям такое поприличнее блюдо, маргарита с песто 750, 4 сыра, пицца 890, пепперони 790. Да, ну и напитки, свежевыжатый хмель, короче, 500 миллилитров, 390 рублей, фирменное море. Судя по всему, из морепродуктов прям выжимают. Сомидии в томатном соусе 590, соусе том-ям, я вот опять же метался, что все-таки взять, мидии или рапаны? Ну, мидии я, или точнее, да, мидии я точнее поем где-нибудь в Азии и в Таиланде, а вот рапанов в Азии и в Таиланде ты не поешь. Поэтому, думаю, дай-ка я уникальное наше блюдо, черноморское, съем все-таки в Сочи. И еще здесь надо будет, наверное, для галочки съесть барабульку. Причем барабулька здесь стоит 100 граммов, 600 рублей, 800 рублей. Я думаю, это что за деликатес, это что за лобстер какой-то? Барабулька раньше была вообще самая дешевая рыба какая-то. Здесь я вот реально проходил сейчас, 800 рублей 100 грамм барабульки. Короче, будем как-нибудь где-нибудь, да попробуем, в общем, барабульку. Вот, ее тоже надо для галочки. Здесь, наверное, рапаны и барабуля, это то, что надо вот на Черном море все-таки есть. Мне, мне. Потому что креветки, мидии, все остальное и прочее. Крабы, кальмары и все это я могу съесть в других местах. Вот, а на Черном море надо именно вот такие продукты есть. Я, наверное, определился со вкусом, на что это похоже. Это, короче, смесь кальмара, мидии и рыбы. Вот что-то типа такого. Вот, ну, для меня, конечно, безусловно, креветки вкуснее. Но, барабан тоже, как экзотика, надо как минимум попробовать. Еще бы соус какой-нибудь, чтобы махать. Был бы какой-нибудь трюфельный, вот, трюфельный соус, в который вот это все махнуть, было бы прямо офисим. Итак, друзья, но сейчас мы с вами пойдем на самый лучший пляж в Сочи. По заверению многих моих подписчиков. Да и, в принципе, по рейтингам различных пляжей в Сочи, это лучший пляж, на котором я еще даже не был никогда. Вот, потому что постоянно, когда я приезжаю в Сочи, я про него забываю, как-то мимо в него прохожу. А вы мне потом в комментариях пишите, Серега, да ты же не был даже на лучшем пляже Сочи. Поэтому сегодня я исправляю это упущение. И мы с вами идем вместе. Первый раз, смотри, я даже ничего не спускался, даже не видел. Вот, ну, в целом, что, ступеньки здесь красивенькие, зеленая территория. Вот, вполне нормально. Ну, сейчас посмотрим, чем он отличается от основного пляжа Сочи. Что здесь такое, и чем он примечателен. Что же это за лучший пляж такой в Сочи. Так, ну что, пошли смотреть, что же из себя представляет шикарнейший и лучший пляж в Сочи. Вот, лучше ли он, чем Эмеретинка. Вот, и лучше ли он, чем Турция, например. Так, ну что, здесь есть бунгало, есть шезлонги, зонтики. Короче, бунгало стоит 12 тысяч в сутки. Шезлонги до 4 часов стоят 1000 рублей с человека. Так, ну пойдемте, главное, смотреть на сам пляж. Людей смотрите, сколько сегодня. Так, ну слушайте, даже больше, чем на Эмеретинке, скажем так. Потому что, опять же, это лучший пляж. Если хотите сэкономить, можно не покупать никаких шезлонгов. Можно просто лечь, постелить полотенчики, что большинство и делают. Но пляж-то, кстати, ну, небольшой совсем. Смотрите, вон там какой-то забор уже, и все, и зона заканчивается. Так, вон, ветер что-то поднялся, зонты даже вылетают. Так, ну-ка давайте прогуляемся вообще, посмотрим, что здесь за атмосфера. Пейзажи, конечно, вообще невероятные вокруг. Какие-то сгоревшие здания, он вдалеке стоит. Какие-то заборы, какой-то здесь тоже забор. Там какая-то тоже конструкция. Здесь тоже что-то в лесах, какие-то краны. Там тоже какое-то здание реконструируется. Вид, мягко говоря, скажем, не самый привлекательный. Где-то горы вон там, вон вдалеке виднеются. Но за этим забором их практически даже и не видно. Поэтому что-то я пока не пойму, что это за лучший пляж в Сочи-то. Да, из плюсов здесь можно назвать, что здесь мелкая галька. Вот, это единственный, наверное, плюс. Лебушатник вообще. Посмотрите, сколько здесь людей. Нет, что-то мне вообще не нравится. Может, я что-то, конечно, не понимаю. Напишите в комментариях, за счет чего он такой лучший. Но, во всяком случае, я здесь вижу вокруг одну стройку. Стройка, 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 стройка. И заборы, и никакого кайфа. Короче, слушайте, на Эмеретинке гораздо прикольнее и лучше пляж. Ну, мне так кажется. Напишите вот в комментариях, кто отдыхает в Сочи. Какой у вас любимый пляж под Сочи. Да, ну, что-то эффекта вау у меня он не вызывает явно. Вот, я не знаю, кто меня сюда вообще заставлял прийти. Это правильно, что я сюда не ходил. Лучше бы я не приходила. Я разочаровался. Ну, что это? Что это вообще? Красота какая, неимоверная. Просто жесть какая-то. Да, ну, основной шикарный вид, это, конечно, забор. И смотрите, кто здесь встречается. Кто здесь, охрана какая, ничего себе. Во, вот за ним, кстати, пустынный, смотрите, свободный пляж, на который некоторые вот заходят. Хотя написано, проход запрещен. Да, здесь в тенечке ветерочек обдувает. Смотрит на море вообще. Красавчик, хорошо тебе. Кстати, многие собаки, я смотрю, с бирками на ушах, как в Турции стали. Но это без бирки, может быть, не привитая и не стерилизованная. Да, ну, если честно, конечно, за тысячу рублей лежать с таким видом я бы не стал. Даже скажу так, что это максимально дорогая стоимость шезлонгов. Даже на эмеретинке 800 они стоят, а здесь тысячу. Вот, и я вспоминаю, сколько шезлонги стоят в Турции. В Турции за тысячу рублей можно на мунлайте полежать. А там шикарнейшие виды, конечно. Там вот с этим вообще не сравнится. И людей, конечно, количество. И просто в целом вообще пейзажи вокруг. Я даже не знаю, буду я здесь купаться или нет. Что-то у меня желания особого здесь нет даже искупнуться. Но здесь плюс в том, что здесь нет волнорезов. Вот, в этом плане хотя бы плюс. Когда смотришь на море, видишь море, а не бетон. Вот в этом плане, наверное, определенный плюс есть. Так, ну и давайте здесь посмотрим прямо возле пляжа Ривьера кафешечки, сколько здесь что стоит. Опять же, пляж не дешевый, соответственно, цену тоже здесь должны быть, наверное, не низкие. Вот, поэтому давайте посмотрим, сколько стоит хинкали. Три штуки с курицей 420, с бараниной 440, с говядиной и свининой 440. Так, горячие блюда. Картофельные зразы 540, цыпленок табака 1300, цыпленок в банке почти мерзкий, ничего себе. 1290, томленые говяжьи ребра 1400, пельмени с курицей 490 рублей, пельмени со свининой и говядиной 430 рублей. Ну что здесь, супы какие-нибудь? Супы харчо 690, свекольный суп 690, окрошка на мацони или на квасе. А вы на чем любите, кстати, окрошку? Я только на сметане, на квасе вообще не понимаю. Вот это батл, какую окрошку есть, на квасе мне так она не нравится, сладкая. Короче, окрошка стоит 490 рублей. Ну а сейчас мы с вами проверим, кто больше какую окрошку любит. Напишите в комментариях, какую вы больше всего едите. Так, ну а пива здесь радуют дешевле в 2 раза, чем на Эмеретинке. Например, здесь светлый лагер 190, богемский какой-то пилс 250, пшеничный 250 и какой-то темный 250. Как раз свежий завоз привезли. Друзья, я хочу вас поздравить. У нас, смотрите, появляются китайские мировые сети. Янигун. Скоро будет здесь не Пульман, там, я не знаю, не Рэдисон, а Янигун. Вот строятся новые отели, и китайские, судя по всему, по названию. Так что китайцы молодцы. И телефоны китайские, и машины китайские, и отели уже китайские, и самолеты скоро китайские, и поезда, и автобусы. Все скоро будет китайское. Так что ждите новую мировую сеть Янигун. Что я могу вам сказать? Ждите в Сочи новую сеть отелей. У народа здесь прям такое развлечение. Прыгайте в медуз. Медуз прям просто не то, что сотни, их тысячи, прям тысячи в одном пятачке плавает прям очень много медуз. Вон, я не знаю, ну, на камеру здесь фиг знает, видно и не видно. Просто желе, там, видите, белые вот такие скопления. Это просто тысячи, тысячи, тысячи медуз. Вон, в них туда прям ныряют. Это, кстати, вот хорошо, что это не ядовитые, это не тропические какие-то медузы. Если бы дело было где-нибудь там в Таиланде или на Зензибаре, ну, там в такую... Прыгнешь как минимум, будешь в ожогах после, как после крапивы. Это минимум. А то можно вообще и ласты отклеить, потому что в тропических странах медузы опасные. Это так, ну, а я пришел встречать закат в кафешку, которую мне, опять же, рекомендовали еще с прошлых разов, когда я посещал Сочи. И тоже я сюда даже не заглядывал. Смотрите, какой отсюда открывается потрясающий вид на закат. Вот, открывается вид на мор-вокзал. Смотрите, прям отсюда сидишь. У тебя открытая прям терраска. Слушайте, и у тебя яхты. Ты чувствуешь себя просто здесь, как будто ты Абрамович. Вон там моя яхта пришвартована. Вон такая самая высокая, видите. Вот, можно себя просто прочувствовать владельцем роскошной жизни. Вот, при этом цены в этом кафе очень даже демократичные. Я бы даже удивился. Я думал, что здесь что-нибудь будет сейчас зашкаливать все. А здесь, смотрите, например, я взял пасту карбонару. Правда, конечно, порция не огромная. Вот, ну, как бы в других местах плюс-минус, наверное, будет то же самое. Ну, стоит, в общем, 530 рублей. Какая-то другая паста с креветками 695. Супы том-ям 760 рублей. Окрошка с ветчиной 395 рублей. Горячие всякие голубцы какие-то 545, 590 что-то. Куриный шницель какой-то 5. Люля-кебаб из цыпленка 630. Ну, в общем, цены очень даже демократичные. Самые дешевые, наверное, которые я проходил из таких нормальных заведений. Наверное, здесь дешевле всего. При этом вид, ну, смотрите, и вправо тоже там достаточно крутой. Ну, вид на пляже. А здесь главный вид как раз вот на морской порт. Мне здесь понравился. Я сел именно с этой стороны. Ну, и плюс ко всему прочему. Здесь сейчас будет у нас потихонечку-потихонечку надвигаться закат. И встреча заката в этом кафе прям прикольная. А кафе называется «Дельфин и русалка». Ну, давайте попробуем, что это у нас с вами за карбонара такая. Опять же, в еде главное. Вот, честно говоря, я сюда сел. Мне на еду здесь было... Я и так наелся уже в другом кафе. Вот, я сюда пришел. Там, думаю, может быть, попить что-нибудь. Ну, просто колу брать как-то. Не камильфо, думаю. Что-нибудь возьму поесть. Вот. Короче, карбонара просто ради приличия заказал. А так вообще еда-то здесь даже не нужна. Просто сидишь и любуешься, наслаждаешься такими видами. Так, ну что, погнали к карбонару пробовать. Ну-ка, в соусец ее сюда. Сейчас так размешаем, замешаем. Ну-ка. Погнали. Ослышите, она вкусная. Очень вкусная. Порция очень маленькая, но она очень вкусная. Блин, это круче, чем рапаны. Это вкуснее, чем рапаны. Обалдеть. Это неожиданно. Я думаю, макароны, макароны, а очень вкусный соус. Блин, очень мало. Была бы она вот прям с горкой навалена, тарелка. Это было бы офигенно. Вот оно за вкус, прям за счет. Так что кафешку эту тоже могу рекомендовать. Но я думаю, на время заката здесь мест просто не найдешь. Здесь многие места написаны зарезервированы. Поэтому это мне так повезло, проскочить, сесть. Короче, огонь, ребята. Так что кафешку могу рекомендовать под закат. Так что все, всем приятного аппетита. Ну что ж, друзья. Пишите в комментариях, как вам выпуск про Сочи. Как вам Сочи. И что в первую очередь вы бы выбрали. Адлер или Сочи. Или ни то, ни другое. Не, ну давайте выбор без выбора. Вот что лучше, Сочи или Адлер. Вот, потому что понятно, что можно сказать, я бы не туда, не сюда не поехал. Но вот если туда или туда. Вот что бы вы выбрали. Я все-таки вот который раз сюда приезжаю и постоянно выбираю именно Адлер. И вот, кстати, ну не жалею. Мне, в принципе, там нравится. Хотя вот кто приезжает в Сочи, те говорят, что им больше нравится именно сам Сочи. Адлер, фу, Адлер, фу. Короче, вот напишите в комментариях, что больше нравится вам. Да, ну а вы не забывайте подписываться. Потому что впереди у нас выпуски из Абхазии. А впереди еще и Грузия, там, и так далее. Будет у нас с вами большое путешествие. Поэтому подписывайтесь. Не забывайте ставить пальчики вверх. Не забывайте писать комментарии. Ну и не забывайте, разумеется, поддерживать канал донатами по QR-коду здесь-здесь. По ссылочке в описании через Donation Allers можете отправить любые 100 рублей на поддержку. Потому что сами прекрасно понимаете, сколько стоит путешествие даже просто по Сочи. Я уже молчу про те путешествия, которые я вам показываю на Мальдивы, на Сейшелы, на Филиппины, Таиланды и прочее. Это вообще просто вот так вот, вот так вот, вот так вот. Даже здесь. Вот поэтому большое спасибо, кто поддерживает каждыми 100 рублей. Ну и по субботам не забывайте заходить на стримы. Каждую субботу по вечерам у нас проходят стримы. Так что и там я отвечаю на вопросы в реальном времени. Веселимся. Так что кто не был еще на стримах, обязательно по субботам заходите вечерком. Вот. Ну и еще раз всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем чао. Всем пока.